приветствую всех хочу рассказать вам что меня очень сильно удивило когда только приехала в америку и это почта так я на самом деле была удивлена как здесь работает почта здесь все документы оригиналы паспортов вы отправляете почтой счета приходят почты оригинал документы вы получаете почтой здесь почта работает очень очень сильно и вот сегодня к нам пришла посылка точнее вчера к нам привезли посылку а нас дома не оказалось и поэтому нам нужно сегодня забирать на почте сейчас собственно я покажу как эта почта выглядит раньше вот эти все почтовые ящики я видела только в кино и когда сюда приехала чисто говоря я обалдела и сюда реально каждый день приезжает почтовый грузовик привозит письма я даже подумываю о том чтобы купить себе нож и для разреза разрезания писем вот на таких почтовых грузовиках нам привозят почту видите он праворульный прикольный такой да мне очень нравится мне даже самой хочется поработать на почте эта женщина почтальон она нам привозит письма если неделю не заглядывать в почтовый ящик то вы там найдете огромную кучу писем среди которых может быть огромная куча этого спама спам это имеется ввиду всякие рекламы присылают какие-то там предложения присылают если допустим я когда не вообще не знала языка я вообще не понимала что такое все казалось что какое-то страшное письмо пришло кстати кредитные карточки вы тоже получите по почте колесе будете жить здесь ну что поехали на почту американская почта называется usps united state post service здесь конечно существуют еще и другие виды почты там юпс федекс там еще что то есть но это именно самая основная государственная почта она есть в каждом районе и наша почта находится наверное ну в минутах пяти шести езды от нашего дома вот как я уже говорила я когда только приехала и ну пошла права получать и мне не дали права сразу мне пристали их по почте через 10 дней потом дальше был прикол нужно было там заполнить какие-то документы на код там документ и мне нужно было отправить оригинал своего паспорта оригинал с паспорта своего сына в общем все оригиналы документа и почта почтой честно я думала что ну я даже не представляю как бы я в россии отправляла оригинала документов по почте а тут все нормально так стойте чувак проезжай 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 нам поворачивать надо и вы знаете ничего не случилось все дошло все обратно вне пришло все документы получала я по почте ну что погнали смотреть на почту честно говоря не знаю разрешено ли там снимать ну я думаю мы что-нибудь придумаем вот сюда вы можете бросать письма деньги что у нас вот и наша почта собственно говоря здесь небольшая очередь и на этот пойдут сначала вам покажу что здесь имеется вот здесь кстати вот здесь мы отправляем письма деду морозу когда на рождество на новый год вы сюда можно приходить и приносить письма для деда мороза он здесь присылаете свои письма а здесь весы взвешивать посылочки пойдемте пойдемте покажу смотрите вот это вот rental box к примеру если у вас здесь нет адреса но вам нужно получать письма на этот адрес в этом городе вы можете арендовать здесь вот такую ячейку и получать сюда все письма сколько это стоит честно говоря не знаю потому что но мы этого не делали а тут видите написано какие доступны какие недоступны таких ячеек на самом деле очень много и так понимаю в этих ячейках вы можете не только почту получаете что-то и хранить видите как много здесь это сочи их а сюда мусор кидать мусорка что пойдемте станем в очередь это у нас здесь бизнес так вот смотрите мы пошли в очереди тут и вам покажу когда вы отправляете посылки то здесь вы можете купить коробки вот такие большие средние маленькие это образцы и как их складывать не переживайте если вы вдруг забудете скотч здесь вам скотч дадут вот такие вот коробочки побольше поменьше и вот здесь видите чтобы заполнить куда вы что направляете такие вот такие маски нам на деле нам сказали что неважно вакцинированы вы не акцинированная нам выдали здесь бесплатно маску и теперь мы ждем ну ничего правило из правила вот здесь вот выдают посылки вот это вот в этой двери выдают посылки а вот здесь вы как раз можете а вот и наша посылочка распишешься да где угодно где вот здесь вот так вот и наша посылочка пришла вот такая вот работа здесь кипит а вот там можно будет сделать фотографию на паспорт также вы можете здесь вот взять и купить такой как бы подарочную карту подарочный сертификат если вам надо кому-то что-то отправить положить это в красивую открыточку упаковать то в красивый в красивый пакет и отправить кому-нибудь подарок вот так ну вот посмотрите сколько стоит отправить письмо видите мы как-то отправляли посылку отсюда в россию посылка получилось около не знаю наверное четырех с половиной килограмм и за нее мы заплатили около 100 долларов это за срочную посылку за несрочным и такую же такого же веса давали где-то около 8 86 долларов вот перед тем как отправлять посылку нам нужно было заполнить еще таможную декларацию написали мы там что мы там передаем застраховали это все не дешево на самом деле я слышала что здесь есть русская почта но я никогда ей не пользовалась странно в маске себя ощущаю вот но мы пользуемся этой почты потому что посылки на доходят быстро надежно ничего нигде не портится все хорошо главное запрещенку никакую не передавать а там если что список запрещенных товаром вам скажут мы как-то отправляли магнитик это не хотели обычный магнитик на холодильник пропускать но как бы ничего потом пропустили сказали что вдруг из этого магнитика они смогу вашу посылку раскурочат и поймите ввиду что это из-за магнитика будут проверять а так вот все что мы доцелали в течение не знаю двух недель все доходило хочу сказать что сегодня нам повезло очень быстро обычно здесь бывает но такая достаточно длинная очередь и нам приходится стоять надо давать минут по 40 в ожидании всего но это потому что мы получали вот если допустим и отправляем посылку то нам бы пришлось простоять в этой очереди ну подольше а на получение посылки все гораздо быстрее движется что ребята почта америки работает очень хорошо рекомендую присылайте нам присылайте мне посылку я ее буду встречать да ну что скоро еще увидимся куда им в другое место пойдем а вы мне напишите в комментариях как вас ваша почта работает ваших городах отправляли вы когда-нибудь документы по почте и вообще как вам вообще отличается американская почта от российской мне кажется что сильно отличается